Выше наши знания, выше снежный горь, крепто. Пусть услышат, пусть узнают, что девиз наш будет готов. Каждый отряд – это большая дружная семья. В лагере разведчиков четко распределены роли и обязанности. По словам наставников, к самостоятельности юных скаутов приучают с детства. Так ребята поддерживают чистоту в своих палатках и даже создают предметы домашнего обихода. Дети у нас учатся вязать узлы, учатся обустраивать, если поставили палатку, возле палатки не должно на земле ничего валяться. То есть они учатся опрятности, использовать подручный материал, палки, которые валяются, веревку. Учатся обустраивать именно свое жилье вокруг себя. И это, конечно, нашим мальчикам пригождается потом в армии, вообще в жизни, в быту. 15 разведотрядов проведут на территории села Суко целую неделю. Раньше туристические слеты проходили на малом утрише. Однако сейчас в связи с пожароопасной ситуацией организаторы решили остановиться на территории базы «Колосок». Здесь такая же густая растительность, однако есть открытая площадка для проведения эстафет и активных игр. Наша задача – погрузить детей в природу, в более дикую природу, удалиться от общества и дать им возможность пожить на природе с Богом, со своей совестью, с друзьями наедине, скажем так. Чтобы ничего не отвлекало, ни интернет, ни телефон. Вот, это задача такая. И тогда у них не хватает, уже есть больше времени заниматься здесь всем необходимым. И физическая активность повышается. Два-три дня проходят, дети становятся активными, жизнерадостными, они сплачиваются. Самая главная задача – это, конечно, сплотить коллектив на каких-то таких вещах, как соревновательный процесс, например, соревнования проводим, футбол, там другие спортивные соревнования. Здесь в атмосфере дикой природы о гаджетах юные скауты даже не вспоминают. С удовольствием участвуют в спортивных играх и эстафетах. Хадули – один из самых интересных и сложных этапов. Чтобы справиться с конструкцией и привести свой отряд к победе, нужно уметь работать в команде. Этому здесь также обучают. За эти дни ребята сплотились в крепкий дружный коллектив, у каждого появились даже лесные имена. Вот у меня лесное имя – енот. Мне выбрали руководителя, потому что я похож на енота. Лицом и повадками. Здесь событиями насыщен каждый день. Впереди неделя лесной жизни. Ребятам предстоит продемонстрировать все навыки и умения, полученные за год, а новичкам сдать свой первый экзамен на присвоение разряда. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.